Здравствуйте! Вы смотрите новости. В студии Наталья Косых. Вот главная тема выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Не белый и не пушистый. Тополиный пух расстелился мягким ковром на улицах столицы и доводит аллергиков до слез. Как спастись от напасти? Советы специалистов в продолжении выпуска новостей. Если есть легкие симптомы, можно прибегнуть к назальным спреям, но желательно с кортикостероидным компонентом, а не к сосудосуживающим средствам. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Семья – самая важная ценность в жизни каждого человека. Международный день семьи, который ежегодно отмечается 15 мая, позволяет нам лишний раз задуматься о важности семьи в нашей жизни и проявить внимание к близким людям. В целях популяризации государственной политики в сфере защиты семьи объявлен перезапуск программы «Первое жилье». Международный день семьи призван укрепить роль семьи и привлечь внимание общественности к защитам интересов семьи и семейных ценностей. Наша съемочная группа вышла на улицы столицы и поинтересовалась у горожан, что для них означает семья и каким, считают, секрет создания успешной семьи. Важны в первую очередь понимание, доверие, но самое главное – общение. Общаться очень важно. А что в вашем случае? Должно быть много любви. В первую очередь взаимное уважение, понимание, потому что это значит семья. Когда возникают разногласия, то и говорить нечего. Празднуете этот день в кругу семьи? Да, конечно, отмечаем. После работы проведем время вместе с детьми, всей семьей. Во-первых, здоровье и любовь. И все. Отмечайте этот день хотя бы символично. Конечно. Как и отмечаете, празднуете? У меня внуки. Для современной молодежи какое адресуете послание? Для тех, кто планирует создать семью? Нужно взаимопонимание. Все. По случаю Международного дня семьи глава государства записала видеообращение. В своем послании президент подчеркнула, что в ходе различных встреч и обсуждений с представителями молодого поколения часто звучат жалобы на отсутствие собственного жилья, а главное – возможности обзавестись заветными квадратными метрами. Обсудили с правительством возможность расширения программы «Первое жилье», создания новой программы «Первое жилье плюс», чтобы открыть доступ к этим ресурсам большему числу молодых людей и не только тем, кто работает в государственных учреждениях. Обсудили также увеличение размера займа по этой программе, чтобы молодые люди могли получить больше ресурсов. Также изучаем возможность увеличения доли государственных гарантий, предоставляемых в рамках этой программы. Поручение президента в правительстве услышали. Премьер Дарин Ричан обещает объявить о запуске новой версии программы «Первое жилье плюс» уже на следующей неделе. До следующей недели нужно определиться с проектом программы «Первое жилье плюс». Попрошу Министерство финансов, Минтруда и соцзащиты совместно с Организацией по развитию предпринимательства до конца недели расставить все точки над «и», чтобы до конца будущей недели мы объявили о запуске программы «Первое жилье плюс». Повстречавшиеся нашей съемочной группе прохожие с воодушевлением восприняли известие о запуске проекта, однако подавать заявки на получение займов не спешат. Я еще не слышала, но думаю, что это хорошо. Пока что у нас нет своего жилья. Но вы уже пытались подать заявку на участие в программе «Первое жилье»? Пока нет, мы в процессе поиска. Когда у вас есть дети, и вы хотите купить дом, цена и предложения довольно высоки, а зарплаты очень низкие. Сейчас много расходов. Лучше всего иметь отдельный капитал или более 50%. Я думаю, так будет проще, потому что мы не знаем, что будет завтра. Но у вас уже есть дом, вы не снимаете жилье? У нас его пока нет. Но вы думаете о том, чтобы подать заявку на участие в программе «Первое жилье»? Посмотрим по ходу дела. Что мешает вам взять кредит? Ставка высокая, но и расходы на семью большие. Тем более, что нас не один, два, а уже трое. Последний год существования программы «Первое жилье» проект популярностью у заявителей не пользовался. В минувшем 2023 в рамках проекта было выдано всего 60 кредитов на покупку жилья. Как объясняют риэлторы, все дело в очень сложных условиях, выдвинутых банками в виде скромных займов и высоких ставок по сравнению с другими ипотечными кредитами. Всего с начала действия программы, которая стартовала в 2018 году, в рамках проекта было закуплено свыше 8200 объектов недвижимости. Международный день семьи отмечается ежегодно 15 мая. Праздник провозглашен Генеральной ассамблеей ООН с целью укрепить роль семьи и привлечь внимание общественности к защите интересов семьи и семейных ценностей. В этот день в разных странах мира проводятся различные мероприятия, направленные на укрепление отношений в семье, поддержку родителей в их воспитательной работе. Тема Международного дня семьи в 2024 году – благополучие семей и изменение климата. В этот день хочется напомнить всем о том, что семья – это основа общества, и семейные ценности играют важную роль в формировании здорового и гармоничного общества. Восстановление пока откладывается. Экономика Молдовы не смогла оправиться после спада 2023 года. Чрезвычайно скромный рост ВВП, который составил всего 0,7%, не позволил наверстать потери предыдущего года. Выводы озвучил программный директор аналитического центра «Эксперт-групп» Стас Мадан, гость программы «Молдова.Лайв» на нашем телеканале. К сожалению, у нас плохая премьера, если брать экономический рост 2023 года, потому что это, по сути, первый год из последних 20, когда экономика не восстанавливается полностью после спада предыдущего года. Обычно, например, если в 2009 году был спад на фоне международного финансового кризиса, то в 2010 году национальная экономика восстановилась, после 2012 года последовал очень хороший год, 2013 и так далее. В прошлом году так не получилось. Причин может быть много, но я думаю, что главной причиной стала близость к войне. Гость передачи также отметил, что на бизнес-среду повлияли и заявления правительства о существующих угрозах для национальной безопасности страны. Война на границе лишила предпринимателей из Молдовы достаточной уверенности. Если проанализировать статистику активных инвестиций в долгосрочной перспективе, видим, что в целом бизнесмены сосредотачиваются на улучшении текущих процессов, а не расширении производства. Если мы говорим о крупных инвесторах, то они копают гораздо глубже заявлений некоторых политиков или экспертов. Хотя это правда, я думаю, что власти это поняли и по ходу дела как-то поменяли видение. На прошлой неделе издание «Глобальные финансы» опубликовало исследование «Самые богатые страны мира» в 2024 году. Согласно рейтингу, Республика Молдова занимает 97 место из 190 стран по размеру волового внутреннего продукта на душу населения и паритету покупательной способности. По сравнению с прошлым годом, наша страна поднялась в рейтинге на 11 позиций с показателем ВВП на душу населения 17 900 долларов США. Несмотря на это, молдавские власти признают, что на экономическую стагнацию сильно повлияла война в Украине. Таким образом, чтобы помочь бизнес-среде, правительство проводит ряд программ по стимулированию инвестиций. Одна из них под названием 373. Хватит малые и средние предприятия в торговом секторе, а также предприятия, занимающиеся обслуживанием и ремонтом автомобилей и мотоциклов. Мы также увеличиваем размер максимальной суммы, которая может быть предоставлена одному бенефициару. С 15 миллионов леев до 40 миллионов леев. Это исключает возможность параллельного получения помощи от других программ и проектов. А также устраняем некоторые чрезмерно сложные процедуры, замедляющие процесс кредитования. Предлагается увеличить максимальный потолок гарантий, который в настоящее время составляет 40% от суммы кредита для предлагаемых гарантий. Как того требует фонд кредитных гарантий. По оценкам правительства, на 2024 год прогнозируется экономический рост чуть более 2%. При этом Международный валютный фонд снизил прогноз роста ВВП Республики Молдова на текущий год на 1,7% пункта. С 4,3% до 2,6%. Согласно докладу МВФ, перспективы развития мировой экономики к 2025 году в нашей стране ожидается экономический рост на уровне 4,8%. Почти 15 миллионов леев будут направлены в текущем году на развитие инфраструктуры в населенных пунктах, расположенных в зоне безопасности. Всего планируется реализовать 26 проектов развития примерной стоимостью 13 миллионов леев. Оставшаяся часть фонда впадет на частичную выплату компенсации владельцам земельных участков Дубоссарского района. Меры вписываются в одобренную правительством программу по реинтеграции страны на 2024 год. Программа реинтеграции страны на текущий год предполагает реализацию 26 проектов развития инфраструктуры в населенных пунктах, расположенных в зоне безопасности. Финансирование на внедрение проектов на сумму в 15 миллионов леев предусмотрено законом о госбюджете на текущий год. Таким образом, на реализацию программ заложено 13 миллионов леев. Деньги преимущественно направят на развитие, в частности, модернизацию школ с преподаванием на румынском языке, которые расположены в левобережье Днестра. План намеченных работ предполагает ремонт и оснащение административных зданий учреждений образования, культуры и спорта, а также обустройство зон отдыха на прилегающих территориях. Большая часть средств будет направлена на инфраструктурные проекты в селах Кошница, Кочиеры, а также на правом берегу в зоне безопасности, в населенных пунктах, пострадавших от конфликтов, или там, где инфраструктура может быть доступна для жителей левого берега Днестра, таких как Варница, Капона и прочих населенных пунктах. Часть из общей суммы финансирования предназначена для частичной выплаты компенсации владельцам земельных участков, расположенных в Дубасарском районе, с которых власти непризнанного региона взымали незаконные сборы, пояснил вице-премьер по вопросам реинтеграции Олег Серебрян. Действительно, 2 миллиона лев из этого фонда будут направлены на поддержку фермеров, которые, как вы знаете, сталкиваются с проблемами. Еще в январе мы заявили, что выделим деньги на решение их проблем, если не найдем политического решения. Хотя мы продолжаем верить, что политическое решение в конечном итоге будет найдено к осени. Кстати, сборы, которыми обложили владельцев участков, расположенных на подконтрольных Приднестровской администрации территории, станут предметом обсуждения очередного раунда переговоров в формате 1 плюс 1. Встреча, как и ожидается, состоится 17 мая в Тирасполе. Темы будут касаться фермеров, и мы снова будем настаивать на облегчении доступа, потому что сейчас сезон летних полевых работ. Но мы думаем о том, что будет осенью, и это главная тема для нас. Мы заинтересованы в том, чтобы у фермеров не было никаких препятствий для проезда. Олег Серебрян добавил, в рамках предстоящей в Тирасполе встречи планируется обсудить ситуацию школ, расположенных в Рыбнице, Тирасполе и Григориополе, в частности, состояние учреждения, а также вопрос свободного передвижения в Приднестровском регионе. Напомним, Тираспольская администрация приняла ответные меры на внесенные в налоговый кодекс изменения. Согласно новым правилам, предприниматели Левобережья Днестра обязаны платить налоговые ввозные пошлины, тем самым пополняя госбюджет республики. В ответ Тирасполь обязал владельцев земельных участков, расположенных за трассой Тирасполь-Каменка, платить земельный налог в местный бюджет. Кроме того, администрациям школ с преподаванием на румынском языке и расположенным в Левобережье Днестра намного дороже обходится содержание зданий учебных заведений. Молдавская система правосудия продолжает лихорадить. Один из членов комиссии вейтинга, Татьяна Радухану, которая предстала провести проверку антикоррупционной прокуратуры, объявила о своей отставке. Решение связано с возникшими у прокуроров сомнениями. Бывшую судью заподозрили в связях с некоторыми преступными группировками. Об этом говорится в разословном госструктуре письме. В прокуратуре антикоррупции подлинность письма подтверждают. Правда, отраслевые структуры комментировать ситуацию не торопятся. Татьяна Радухану объявила о своей отставке 14 мая. Основанием для этого послужило письмо, подписанное главой антикоррупционной прокуратуры Вероникой Драголин и направленное в целый ряд государственных структур. В нем говорится о подозрениях в связях Татьяны Радухану с Вячеславом Платоном, а также, цитата, одним из самых голосистых адвокатов Илона Шора Аурилом Каленко. Антикоррупционная прокуратура подлинность письма подтвердила. В результате анализа доказательств, недавно полученных по уголовному делу, антикоррупционная прокуратура незамедлительно приняла меры по предотвращению риска для системы правосудия и громких коррупционных дел, находящихся в ведении антикоррупционной прокуратуры. Проинформировав об этом руководство страны и председателей комиссии приветинга и комиссии вейтинга, антикоррупционная прокуратура также проинформировала лиц, чьи основные права были нарушены. Антикоррупционная прокуратура обязана уважать и применять закон, в том числе положение Конституции Республики Молдова, которые защищают основные права, закрепленные в Европейской конвенции по правам человека, включая право на справедливое судебное разбирательство. Антикоррупционная прокуратура не ставит целью дискредитировать процедуру приветинга и вейтинга. Говорится в заявлении ведомства, Татьяна Рыдукану со своей стороны обвинение опровергла, объявив об уходе с поста члена вейтинговой комиссии, чтобы не ставить под угрозу ее деятельность. Считаю, что утверждения, изложенные в указанном письме, ложны и не соответствуют действительности. Единственная причина этого письма – очернить процесс предварительной оценки и проверки. И оно служит интересам некоторых коррумпированных и криминальных кланов, которые хотят заблокировать чистку судебной системы и оставить все без изменений. Говорится в ее заявлении об отставке. Министр юстиции Вероника Михайлов-Марару предпочла уклониться от прямого ответа на вопрос по поводу этой отставки. Преждевременно выступать с официальной позицией или делать какие-то выводы по этому вопросу. Важно узнать, есть ли у нас официальная позиция антикоррупционной прокуратуры, подтвердится ли достоверность этого письма и изложенных деталей. И, что не менее важно, это будет обсуждаться высшим советом прокуроров, после чего я выступлю с официальной позицией. В министерстве не поступало такое уведомление или письмо. Радукану покинула пост члена комиссии по приветингу вслед за Виталием Мироном. Ранее он подал в отставку, заявив, что разочарован качеством процесса приветинга. Глава молдавской юстиции уверяет, что, несмотря на отставки, комиссия по оцениванию судей и прокуроров продолжит свою работу. Это никак не влияет на процесс ветинга. Еще раз повторю, что есть три комиссии, которые проводят внеочередную оценку. Это три независимые комиссии, которые являются коллегиальным органом. Все решения принимаются коллегиально. Соответственно, эта отставка госпожи Радукану была вполне обоснована ее письменной позицией. Это отставка из третьей комиссии по оценке прокуроров, которая должна была как можно скорее начать оценку в антикоррупционной прокуратуре. А предыдущая отставка была из второй комиссии. Поэтому обе комиссии продолжают свою деятельность, имеется необходимый кворум. Этот скандал может оттянуть процесс начала переговоров о вступлении Молдовы в Европейский Союз. До конца председательства Бельгии в ЕС будет организована межправительственная конференция, на которой планируется обсудить подготовку Молдовы к переговорному процессу. Как признает вице-премьер-министр по вопросам европейской интеграции Кристина Герасимов, единственная преграда для переговоров – это реформа юстиции. Последняя оставшаяся рекомендация для внедрения в нашей стране касается назначения генерального прокурора, процесса проверки и назначения судей в высшую судебную палату. В рекомендации говорится, что Молдова должна продолжать добиваться прогресса в реализации этих мер. В зависимости от того, как нас будет оценивать комиссия и государство-члены на основе отчетов комиссии, мы узнаем, проведем ли мы эту конференцию или нет. На данный момент преждевременно давать однозначный ответ. Комиссии по приветингу и ветингу были созданы для оценивания добросовестности судей и прокуроров. С самого начала работы деятельность комиссии часто критиковали в СМИ. Ранее глава государства Майя Сандо и премьер-министр Дарин Ричан заявляли, что система правосудия оказывает беспрецедентное сопротивление объявленным реформам. Генинспектор от полиции сообщила о пресечении очередной попытки контрабанды денежных средств в иностранной валюте. Речь о сумме в 130 тысяч долларов, что составляет примерно 2 миллиона 300 тысяч леев. По версии ведомства, к схеме причастны примерно 50 пассажиров двух авиарейсов, прибывших в Международный аэропорт Кишинево из Российской Федерации. Также сообщается, что перевозчиков централизованно сопровождали в аэропорт, а затем из аэропорта. Генеральный инспектор от полиции возбудил уголовное дело по факту контрабанды примерно 130 тысяч долларов, ввезенных в страну пассажирами, прибывшими из Москвы. В отличие от объявленного властями 22 апреля случая контрабанды валюты, на этот раз деньги были ввезены в страну пассажирами двух авиарейсов через Стамбул в конце апреля и начале мая 2024 года. Почти 50 пассажиров были доставлены в аэропорт централизованно на автобусах, как при вылете, так и при возвращении, когда они везли деньги. Уголовное преследование продолжается с целью установления происхождения и назначения денег. И в это время эти лица имеют право на презумпцию невиновности и процессуальные гарантии в соответствии с законом, сообщается в пресс-релизе ГИБ. 22 апреля в Международном аэропорту Кишинева прошли дополнительную проверку 135 пассажиров авиарейсов, возвращавшихся из Российской Федерации. При них было обнаружено более 20 миллионов леев. По данным правоохранительных органов, пассажиры являлись перевозчиками денег, предназначенных для незаконного финансирования партий, связанных с организованной преступной группировкой Илона Шора. Каждый из них перевозил сумму до 10 тысяч долларов США. В социальной сети «Беглый политик» Илон Шор признался, что люди, прошедшие проверку в аэропорту Кишинева, присутствовали на мероприятии по созданию политического блока «Победа», который проходил в Москве. Доступ в Международный аэропорт Кишинева будет ограничен до конца мая. Напомню, новые правила действуют с начала месяца и призваны обеспечить большую безопасность авиапассажиров. Предварительно сообщалось, что ограничительные меры снимут после пасхальных праздников. Однако, как стало известно, срок их действия продлен до 30 мая. Так что до начала лета вход на территорию воздушной гавани будет осуществляться по предъявлению авиабилета. Сопровождающие, а также лица, встречающие родных, близких или знакомых, и следующие две недели могут ожидать только за пределами здания аэропорта. О продлении ограничений в Международном аэропорту Кишинева сообщила пограничная полиция. В соответствии с решениями, принятыми группой по управлению рисками, меры по ограничению доступа в терминал Международного аэропорта Кишинева продлеваются еще на 14 дней. Эти меры приняты для обеспечения оптимального комфорта и безопасности всех путешественников, говорится в сообщении ведомства. Напомним, что с 1 мая доступ в терминал аэропорта разрешен только пассажирам, предъявившим билет и проездной документ, сотрудникам в воздушной гавани, а также экипажам самолетов. По словам властей, это решение оправдано соображениями безопасности в период повышенного пассажиропотока. Напомним, что 21 апреля в Международный аэропорт Кишинева поступили два сообщения об угрозе взрыва, которые оказались ложными. Молдавским автошколам пригрозили санкциями и отзывом лицензии. Все дело в плохих результатах учеников, которые не способны сдать практический и даже теоретический экзамен по вождению с первой попытки. Таковых слишком мало. К такому заключению пришел глава Миноборнауки. Как утверждает Дан Перчун, на это указывают результаты проведенного недавно исследования. Чтобы исправить положение дел, процесс обучения в автошколах пересмотрят, а качество преподавания улучшат. Стандарты аккредитации автошкол в нашей стране уже пересмотрели. С этого года, именно с начала февраля, лицензии выдают по новым правилам. Задача в достижении лучших результатов. Средний уровень успешной сдачи экзаменов планируют увеличить до 50% по теоретической части и до 30% по практической. Однако проведенный анализ показал другие цифры. Так, из общего числа действующих автошкол средний показатель успешной сдачи экзаменов на получение водительских прав категории B, который составляет 30%, не удалось достичь никому. Ситуация очень плохая. Выяснилось, что ни одна школа, которая готовит к вождению по категории B, не достигает стандартов для получения аккредитации. Когда 50% учеников с первой попытки сдают теоретическую часть экзамена и 30% практическую. Это домашнее задание для Министерства образования и науки, для МВД и нацагентства, которое выдает аккредитацию для автошкол. Это, как полагает министр, говорит о том, что качество обучения не столь высоко. Сертификат об окончании автошкол выдают, как горячие пирожки. Как следствие, это приводит к развитию коррупции, в том числе на экзаменах в агентстве госуслуг. И если ситуация в автошколах не изменится, им грозят санкции, вплоть до отзыва лицензии. Требуется введение. В Молдове действует 65 аккредитованных автошкол, как следует из проведенного исследования с 1 апреля прошлого года по 1 апреля текущего. Из более чем 44 тысяч претендентов на получение водительских прав, записавшихся на сдачу экзамена в агентство госуслуг, только 51% справились с теоретической частью с первой попытки и лишь 23% успешно прошли практическую часть. Внимание у жителей и гостей столицы. В городе в ближайшие несколько недель пройдут учения с участием полицейских подразделения спецназначения «Фулджер». Как уточняют правоохранители, предстоящие тактические учения – часть плана по отработке взаимодействия с другими подразделениями полиции в чрезвычайных ситуациях. Граждан призывают сохранять спокойствие и доверять только проверенной информации. Учения бригады спецназначения «Фулджер» вписываются в план работы учреждения по проверке взаимодействия с другими подразделениями ГИБ в чрезвычайных ситуациях. Учения будут проходить как днём, так и в ночные часы. В течение следующих дней или недель и днём и ночью в столице и в районах страны можно увидеть специальные автомобили бригады или полицейских в масках, которые обездвиживают людей в режиме симуляции. И так проходят эти тренировки. Знаете, что это имитация задержания, эти люди в безопасности. Полиция просит граждан сохранять спокойствие и избегать панических сообщений. Во время учений бойцы «Фулджер» могут блокировать автомобили или задерживать людей. Но всё это часть учебной программы. Как подчеркнули в МВД, подобные учения в стране проводятся регулярно. Не белый и не пушистый тополиный пух расстелился мягким ковром на улицах столицы и доводит аллергиков до слёз. Обычный поход в магазин превращается в проблему. Беспокоят чаще всего такие симптомы, как постоянное чихание, кашель и ренит. Медики подчеркивают, опасность представляет не пуха, а то, что он переносит. Но как эту угрозу нейтрализовать? Подробности в материале. В эти дни кажется, что в столице пошёл снег, но летят не снежинки, а тополиный пух. На многих улицах образовался белый ковёр из пуха, доставляющий проблемы аллергикам. Подобную картину можно наблюдать и в парке Алунелоу, расположенном в столичном секторе Баюканы. Здесь высажено множество тополей. Я страдаю, потому что я аллергик, астматик, у меня астматический бронхит. А какие у вас симптомы? Чихаю, не могу дышать, заложенность носа. И так каждую весну? Да. И что вы делаете? Ходили к врачу? Сейчас я принимаю таблетки. По одной таблетке в день, пью по вечерам. Меня это раздражает. Чешется нос, лоб больше на лице. На теле тоже, но больше в носу. И что вы делаете в этот период? Как вы себя защищаете? Да никак. Чешется, и я чушу. Хожу, прихожу. Не капаете в нос? Нет. Я даже не обращалась. Не знаю, что делать. Ну, мне нужно вам адресаться. Ну, что ж, факт. И в нос, и в уши, и куда хочешь. Нехороший этот пух. А у вас тоже есть аллергия на пух? Да. И много лет? Не очень давно. С возрастом появилась. Сейчас мне 60 лет. По мнению экспертов, тополиный пух является носителем пыльцы деревьев, которые в это время года обильно цветут. Именно эта пыльца и вызывает аллергию. Она также может вызвать раздражение кожи. Она вызывает симптомы аллергического ренита. Какие симптомы входят в эту патологию? Это зуд в носу, зуд в глазах, который также является симптомом аллергического конъюнктивита. Сюда же относится водянистая ренарея. А у некоторых пациентов может наблюдаться заложенность носа. Заложенность может быть не только в носу, но и на уровне глазных яблок. Ношение маски и санитарная обработка помещений – вот основные меры, которые могут защитить людей от аллергии, говорят врачи. Если есть легкие симптомы, можно прибегнуть к назальным декангистантам, но желательно с кортикостероидным компонентом, а не к сосудосуживающим средствам, потому что, к сожалению, у нас очень много пациентов, которые привыкают к назальным каплям, содержащим сосудосуживающие средства. Несмотря на неудобство и дискомфорт, люди не хотят, чтобы тополя вырубали. С одной стороны, нам нужны и кислород, и тень, потому что если будет только солнце, то что будет со стариками и детьми? Это плохо. Я не думаю, что их нужно вырубать. Думаю, мы должны проявлять терпение, должны приспосабливаться к природе. Согласно статистике, больше всего тополей посажено в столичных районах Рыжкановка и Ботаника. В муниципальном предприятии «Зелёное хозяйство» говорят, что вырубка тополей возможна только во дворах жилых домов и только с письменного согласия всех жителей. Это были главные события дня. О других новостях мы расскажем в наших следующих выпусках. Следите за нами также и в социальных сетях. Увидимся с вами завтра. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин